Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада вас всех приветствовать и в первую очередь хочу, конечно, вас всех поблагодарить за вашу работу, за ваши проекты, за ваше творчество и желание двигаться вперед. Я поздравляю вас всех, несмотря на то, что, возможно, уже знаете, вы победителей. На самом деле победил каждый из вас, потому что вы побеждали сами себя. Вы делали кто-то первые шаги, кто-то совершенствовался в своих знаниях и старались показать себя в самом лучшем виде. Это самое главное. Вы растете над собой, и это ваша самая большая победа. Я прекрасно понимаю, что оценки экспертов это достаточно субъективная вещь, поэтому я вас очень прошу, не расстраивайтесь те, кто вдруг не получил какого-то приза или первого места. Всем вам я рекомендую посмотреть работы друг друга, поставить лайки, написать какие-то комментарии, помочь друг другу сделать ваши проекты лучше. Почему? Потому что в мире геймдев, да и в мире информационных технологий, программирования, в компьютерной графике все разработчики встречаются достаточно часто на семинарах, конференциях и делятся своими секретами. Это им помогает становиться лучше и делать лучшие проекты, тем более, что игры — это сфера развлечений, это то, что разработчик делает не просто для себя, а для кого-то другого. И в первую очередь он должен думать о том, чтобы это понравилось многим. Но одному это сделать очень сложно, поэтому сообщество разработчиков, оно вот такое очень динамичное, открытое, все готовы помогать друг другу, чего я и вам желаю. Но сейчас я рассмотрю некоторые проекты победителей, прокомментирую, чем мне эти проекты понравились, и, возможно, кто-то из вас возьмет на вооружение те находки, которые я обнаружила в этих проектах. Я абсолютно уверена в том, что некоторые из проектов, которые я сейчас не отмечу, тоже заслуживают очень высокой оценки, и многие из вас, возможно, смогут оценить друг друга намного лучше, чем даже это получилось у меня. Итак, проекты, которые мне понравились. К сожалению, я не буду произносить имен, потому что здесь они не указаны. Условно своим выбранным победителем я написала комментарий. Вот интересный проект, он хорош тем, что здесь достаточно креативно была выбрана тема. Сейчас я его запущу, и вы сами в этом убедитесь. Следующий проект, который мне очень понравился тем, что, в отличие от многих разработчиков, здесь предусмотрено обучение игроков, подсказки. И это очень здорово, это то, что обязательно необходимо делать вообще всем в разработке игры, потому что любые инструкции, они хороши, и они тоже должны быть. Но игрок не любит читать инструкции. Посмотрите сами на себя, часто ли вы читаете хелпы какие-то. А вот когда по ходу дела эти инструкции появляются, это очень здорово помогает. Вот у меня первая инструкция, я, соответственно, могу преодолевать препятствия и понимать, что это у меня опасный враг. Я думаю, что каждому из вас понравится играть в эту игру. Следующий проект, который тоже мне понравился геймдизайном, в первую очередь механикой, хорошо продуманной, мне понравилась реализация. И здесь есть, кстати говоря, тоже кнопки меню, вот можно зайти в магазин даже посмотреть, почитать туториал, тоже хороший интерфейс продуманный. Да, может быть не очень все красиво в плане нарисованного, но у нас номинация код, поэтому я смотрела на реализацию. И следующий отмеченный мною проект, он, конечно, и визуально в плане дизайна хорош, и технически использованы облачные данные, то есть можно тут сохранять рекорды, но и сама по себе креативность идеи, даже с некоторым обучением, она вообще очень хорошо легла. На мой взгляд, это один из лучших проектов. Но опять же повторюсь, что буквально каждый проект заслуживает отдельного внимания, у нас просто нет возможности отметить каждого, хотя очень-очень хочется. Ну и последнее, что необходимо сказать каждому из вас, продолжайте то, что вы уже начали. Если вы чувствуете, что у вас программирование получается, совершенствуйтесь, делайте новые проекты, причем самые разные, не обязательно только игры, потому что не только игры нужны на рынке. Делайте какие-то другие, решайте задачи, берите задачники по программированию, изучайте другие языки программирования. Только так вы сможете стать лучше. Для программистов также желаю, чтобы вы могли писать более сложные алгоритмы, использовать разные структуры данных, не только переменные, но, к примеру, если это скретч, еще и списки, если это другие языки программирования, то это еще и массивы и другие какие-то структуры. Используйте другие блоки или в других языках программирования, это процедуры и функции, потому что это очень хорошо систематизирует мышление программиста. И вообще постепенно переходите к изучению объектно-ориентированных языков. При этом мне многие задают такой вопрос, с чего начать или там продолжить изучать, какие языки программирования. На самом деле непринципиально тот язык, который у вас начнет получаться, попробуйте Python, пусть будет Python, попробуйте C Sharp, пусть будет C Sharp, JavaScript тоже хорошо. Даже Pascal и BC, которые изучаются в средней школе, на самом деле имеют очень много интересных функциональных возможностей, и любому программисту надо просто писать и писать и писать программы. Вот это единственный совет. Смотреть, что делают другие, и пробовать повторить за ними, читать какие-то статьи, следить за тем, что появляется нового, и стараться научиться учиться самостоятельно. Не ждать, когда учитель объяснит, или там кто-то скажет, садись и делай в уроки, а делать самому, искать, задавать вопросы. Желаю всем успехов, удачи, отличного настроения. И самое главное, творите, радуйтесь тому, что получается у вас и у ваших коллег, друзей. Ищите что-то новое, постоянно совершенствуйтесь, и все у вас получится.